Экскурсионный проект прогулки по городу готовится к зимним каникулам. Организаторы хотят, чтобы последняя встреча прошла особенно тепло во всех смыслах. Педагоги и воспитанники Дома детского творчества номер 3 по просьбе сотрудников Департамента культуры и культурного наследия связали шарфики с символикой проекта. С удовольствием взялись за эту творческую работу, потому что погрязли в бумагах, погрязли в конкурсах, погрязли в мероприятиях различного рода. И такая творческая работа нас очень заинтересовала. Мы быстро распределили между собой детьми обязанности, кто какой шарф будет вязать, обсудили проект, обсудили эмблему, которую нам предложили, чтобы ее упростить, вышить и вложиться в сроки. Поэтому нам это очень понравилась идея. Сообща, педагоги и воспитанники Дома детского творчества номер 3 обсудили фасоны шарфов типа вязки. Все шарфы получились разными, но в одной цветовой гамме – черно-белой. Эти по-домашнему теплые вещи, сделанные вручную, станут отличительным знаком для экскурсоводов и организаторов проекта. Для участников, завершающих прогулок по городу, заказаны шарфики фабричного производства. Последними прогулками, которые завершат сезон, станут прогулки 8 ноября с Михаилом Юрьевичем Тимофеевым. Эта экскурсия будет посвящена Ивановскому конструктивизму. Она пройдет от площади железнодорожного вокзала по улицам Карла Маркса и Октябрьская, потом по проспекту Ленина. В данной экскурсии отразится сам характер ивановского конструктивизма в его связи с пространством нашего города, своей историей. Качеством исполнения шарфов организаторы прогулок по городу остались довольны. Все мастерицы получили приглашение на завершающую экскурсию. Прогулки по Иванову пользовались большой популярностью у жителей, и организаторы уверены, что как только потеплеет, проект возобновится. Мария Смирнова, Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.